Мы продолжаем рассматривать нашу тему, раздел 3 «Основания и фундаменты. Дисциплина механика грунтов. Основания и фундаменты для профессионального обучения». Цель. Получить вам, уважаемые студенты, глубокие знания и теоретические основы современных методов расчета, проектирования и устройства оснований, фундаментов и подземных сооружений. Задачи наши мы рассмотрели ранее. План лекций перед вами на слайде. Все вопросы мы рассматриваем очень подробно и последовательно с просмотром обучающих видеороликов. Сейчас мы продолжим наше занятие. Мы остановились на определении несущей способности сваи. Сопротивление сваи внешней нагрузки определяется как наименьшее из величин, вычисляемых по условию прочности материала сваи и прочности грунта, удерживающего ее. Одиночная висячая свая воспринимает внешнюю нагрузку и перераспределяет ее на две составляющие. Сопротивление острия и сопротивление боковой поверхности сваи. Эпюры возникающих напряжений в плоскости острия и на его боковой поверхности сваи показаны на рисунке 1318. Далее у нас будет рисунок, мы далеко не будем пока заходить. Для одиночной сваи эпюра напряжений имеет сложное очертание. Под острием она приобретает выпуклую форму, а по длине в форме криволинейной поверхности, зависящую от величины сил трения, действующих вдоль боковой поверхности сваи. С некоторым приближением в практических расчетах принято, что напряженная зона грунта вокруг сваи имеет вид конуса с основанием в виде окружности на отметке острия сваи. Сваи и конический объем грунта образуют как бы своеобразный фундамент. Следовательно, работа сваи заключается в передаче внешней нагрузки на горизонтальную площадку на уровне ее острия. В отличие от одиночной сваи, в свайном фундаменте эпюра напряжений, возникающих в плоскости нижних концов от расположенных рядом сваи, в зависимости от расстояния между ними, могут между собой накладываться, соприкасаться, либо находиться на некотором расстоянии. Аналогичная картина возможна и в зоне действия сил трения между грунтом и боковой поверхностью сваи. В результате наложения эпюр возникают напряжения, значительно превосходящие те, которые имеют место для одиночных сваев. Для недопущения этого, расстояние между осями сваи при проектировании фундаментов строго регламентируется и рекомендуется принимать не менее трех диаметров сваи, принятых расчетом. Рассмотрим проектирование свайных фундаментов. Размещение сваи в фундаменте. Расположение сваи в плане здания определяется конструктивным решением его верхнего строения, характером и величиной нагрузок, условиями погружения и несущей способностью сваи. Свайные фундаменты в зависимости от размещения сваи в плане могут быть в виде одиночных сваи под отдельно стоящей опоры. Рост верковых лент под стены зданий и сооружений при переходе дачи на фундамент распределенных по длине нагрузок с расположением свай в один или несколько рядов. Свайных кустов. Под колонны с расположением сваи в ростверках квадратной, прямоугольной, трецепиедальной и другой формы. Сплошного свайного поля под тяжелые сооружения со сваями, равномерно расположенными под всем сооружением и объединенными сплошным ростверком. Свайные фундаменты воспринимают нагрузки от сооружения и передают их на основание частично силами трения и сцепления грунта, возникающими на их боковой поверхности. В результате действия этих сил вертикальная внешняя нагрузка передается на определенный грунтовый конус, а от него на горизонтальную плоскость в форме окружности, где она суммируется с нагрузкой, которая передается подошвой фундамента на грунт основания. Рисунок 13-18. Из эпюр сжимающих напряжений в грунте следует, что последние заметно убывают по мере удаления от центра подошвы фундамента. Как отмечалось выше, в зависимости от расстояния между осями соседних свай, эпюры сжимающих напряжений могут соприкасаться или налагаться одна на другую, в результате чего напряжения в грунте будут увеличиваться. По этой причине вопрос прочности и деформируемости грунтов в основаниях свай рассматривается с учетом расстояния между ними. На основании результатов многочисленных исследований работы свайных фундаментов полагают, что при определении расстояния между сваями эпюры вертикальных напряжений в плоскости нижних концов только соприкасаются, что дает основание считать работу сваи в кусте как одиночных. Из этого следует, что чем длиннее сваи, тем в большем должно быть расстояние между ними, чтобы создать условия их работы как одиночных. Поскольку напряжение под кустом свая выше, чем у одиночных, а размеры в плане напряженного состояния у куста больше, следовательно осадка такого куста превышает осадку одиночной сваи. Исследование кустов сваи в разных грунтовых условиях позволило сделать выводы. При одинаковых нагружениях осадка одиночной сваи всегда меньше, чем у куста. Величина осадки куста не зависит от формы фундамента в плане. С увеличением расстояния между сваями осадка куста уменьшается. При проектировании кустов из сваи постоянного продольного сечения, призматических и цилиндрических, минимальное расстояние между ними принимают 3D. Для сваи стоек не менее 1,5D, где D диаметр круглого или сторона квадратного или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи. Необходимость соблюдения указанных требований вызвана тем, что при меньших расстояниях снижается несущая способность каждой сваи к кусти. Ухудшаются условия забивки соседних свай из-за переуплотнения околосвайного грунта. Ленточные ростверки могут быть с 1, 2 и 3 ярдным расположением сваи. Рисунок 13.2. Размещая сваи в ленточном ростверке, придерживаются следующих принципов. Фактическая нагрузка на сваю должна приближаться к расчетной, допускаемой на сваю. Необходимо обязательно предусматривать расположение сваи в углах здания, и на пересечении стен. Число сваи в ростверках следует назначать, учитывая максимальные прочностные свойства материала при расчетной нагрузке, допускаемой на сваю, а также допускаемой перегрузке крайних свай. Необходимое количество сваи на 1 метр длины ростверковой ленты определяют по формуле 13.12 на слайде, где N с индексом D – это нагрузка на 1 метр длины ленточного ростверка на уровне его подошвы. N – расчетная нагрузка, допускаемая на сваю. В зависимости от требуемого количества свая на 1 метр длины ростверка и регламентируемого расстояния между ними принимают одно или многорядное расположение свай в ленточном ростверке. Сначала проверяют возможность однорядного расположения свай. Для этого расстояние между сваями определяют по формуле 13.13 на слайде. Если окажется, что А меньше 3D, следует перейти к шахматному или двухрядному расположению сваи. В этом случае допускаемое расстояние между осями в продольных рядах свай уменьшить до 2,6D, что, в свою очередь, позволяет уменьшить ширину ростверка. При таком расположении свай минимальное расстояние между осями рядов в поперечном направлении А2 должно быть не менее, чем в выражении 13.14 на слайде. В случае двух рисунок 13.23 и трех ярдных рисунок 13.23 ростверка в требуемое расстоянии между сваями в ряду выражение 13.15 на слайде, где М – количество рядов свай в ростверковой ленте. Количество свай в центрально нагруженном кусте определяют по формуле 13.12, где М с индексом Д – вертикальная нагрузка на уровне подошвы кустового ростверка. При внецентренном загружении кустового ростверка нагрузка на сваи крайних рядов в кусте рисунок 13.23 находит по формуле 13.16 на слайде. Указаны обозначения, расчетные моменты относительно соответствующих главных осей ростверка, число свай в кусте, расстояние от главных осей до сваи, для которой вычисляется расчетная нагрузка, и расстояние от главных осей до соответствующей оси каждой сваи. Конструируя свайный куст, необходимо, чтобы для наиболее нагруженных угловых сваи выполнялось условия 13.17 на слайде, где М с индексом Ф и Н – соответственно, фактическая и расчетная нагрузки на сваи. На слайде рисунок 13.23 – схема внецентренного загружения кустового ростверка. Таким образом, с одной стороны ростверка условием 13.17 допускается 20% перегрузка крайних рядов в кусте с учетом расчетных сочетаниях кратковременных нагрузок. С другой стороны, не допускается работа сваи на выдергивание 13.17 – выражение на слайде. Рациональное расположение сваи в кусте обеспечивается при соблюдении следующих условий неравномерной загрузки сваи и соблюдения минимального расстояния между ними. Удобным из условий производства работ является расположение сваи правильными рядами. Равномерного загружения сваи можно добиться следующими приемами. Первое. Сваи располагают несимметрично относительно оси Y в соответствии с ипюрой контактных давлений. Рисунок 13.24А. Второе. Центры тяжести куста сваи смещают по отношению к оси колонны на величину экцентриситета. Рисунок 13.24. Пункт B. При этом расстояние между рядами сваи будет одинаковым. На слайде рисунок 13.24. Приемы по равномерному загружению сваи в кустовом ростверке при внецентренном приложении наврустки. А. Асимметричное расположение сваи относительно оси Y. Б. Смещение центра тяжести куста сваи относительно продольной оси колонны. Указанные приемы можно использовать, если суммарная вертикальная нагрузка на фундамент и ее экцентриситет постоянны по величине и во времени. Третий вопрос нашего занятия, нашей темы, нашего раздела. Искусственные основания, методы улучшения строительных свойств грунтов, грунтовые подушки и армирование слабых оснований, механическое уплотнение грунтов, искусственные основания, создаваемые с помощью физико-химических процессов. В строительной практике часто встречаются грунты, неблагоприятные для использования их в качестве естественных оснований. К ним относятся рыхлые пески, просадочные, насыпные, слабые водонасыщенные, а также грунты, получившие общее название структурно неустойчивых. Характерной особенностью таких грунтов являются значительные и, как правило, неравномерные деформации под нагрузкой вследствие недостаточной структурной прочности. Использование структурно неустойчивых грунтов в качестве оснований в их естественном виде может быть причиной потери устойчивости фундаментов зданий в целом. При проектировании объектов строительства на слабых грунтах вовсе не означает применение в таких случаях только свайных фундаментов. Анализ данных инженерно-геологических изысканий, предшествующих строительству, позволяет определить мероприятия, направленные на улучшение строительных свойств слабых грунтов до такого уровня, когда они могут быть использованы в качестве естественных оснований. Методы и технические приемы улучшения грунтовых оснований приведены в таблице 14.1. На слайде таблица «Методы и технические приемы улучшения грунтовых оснований». В таблице указан типов преобразования оснований, методы устройства оснований, виды оснований и способы их усиления, а также грунтовые основания, подъезжащие усилению до начала строительства. На слайде представлено продолжение таблицы 14.1 и окончание таблицы 14.1. Рассмотрим грунтовые подушки и армирование слабых оснований. Если грунт ниже подошвы фундамента имеет низкое расчетное сопротивление, необходимо значительно развить ширину или площадь подошвы фундамента. При этом значительно возрастает стоимость фундамента. В таких случаях бывает более целесообразно заменить часть естественного грунта насыпным с более высоким расчетным сопротивлением. Замененный ниже подошвы фундамента грунт называют подушкой. От того, каким грунтом заменен естественный грунт, подушки бывают песчаные, щебеночные, бровейные и другие. Подушку обычно рассматривают как верхний слой двухслойного основания, подстилающим слоем которого является местный грунт. При проектировании необходимо определить размеры грунтовой подушки в плане и по вертикали. Исходя из практического опыта, толщину подушки принимают от 1 до 3 метров, в пределах которой происходит замена слоя слабого грунта. Грунтовые подушки должны обладать слабой сжимаемостью, высоким сопротивлением сдвигу, устойчивостью скелета при движении грунтовых вод. Обязательным требованием при проектировании и устройстве грунтовых подушек является проверка их на деформацию под суммарной нагрузки N и веса грунтовой подушки в слое грунта ниже подошвой подушки. Вашему вниманию представляется видеоролик «Подготовка основания под фундаментную плиту». В этом видео я расскажу про основные моменты по подготовке основания под фундаментную плиту. Щебеночно-песчаное основание, фундаментная подушка – все это синонимы устройства надежного основания под фундамент. Итак, поехали! Котлован формируется в проекции дома на полтора метра шире по всему периметру площади застройки. С помощью экскаватора-погрузчика выбираем весь плодородный слой, толщина которого в среднем составляет от 30 до 50 сантиметров, или насыпной не слежавшийся грунт до проектной отметки, который, как правило, совпадает с грунтами с высокой несущей способностью. Геотекстиль – это специальная ткань, которая не дает перемешиваться песку с грунтом. Геотекстиль укладывается на дно котлована с перехлестами полотен по 20 сантиметров, а также делаются выпуски примерно на 1 метр за бровку котлована, чтобы в последующем мы могли геотекстилем закрыть песчаное основание и тем самым защитить его от размывания дождем. Уплотнение песчаного основания. Основной объем котлована заполняем песком, потому что он обладает высокой несущей способностью, он хорошо уплотняется, а также в три раза дешевле щебня. Для работ лучше использовать крупнозернистый карьерный песок без глины. Послойно, примерно по 10 сантиметров, песок трамбуем с помощью специальной виброплиты и проливаем песок водой. Качество уплотнения песка можно проверить с помощью специального измерителя, плотномера или с помощью простых инструментов – арматуры и молотка. Все перечисленные работы являются скрытыми, поскольку каждый последующий слой перекрывает предыдущий, поэтому требуется фотофиксация, для того, чтобы у заказчика не было никаких сомнений в правильности выполнения скрытых работ. После выравнивания песчаной подушки основания под будущий фундамент мы выставляем поворотные точки участка, что позволит нам более точно выставить фундаментную плиту и, соответственно, расположить правильно дом на участке. Это позволит избежать территориальных споров, не будет проблем с противопожарными отступами санитарными. Данная процедура выполняется опытными топогеодезистами с помощью высокоточного GPS-оборудования. Замеры с помощью высокоточного GPS-оборудования позволяют свести к минимуму погрешность измерений. По высоте это составляет порядка 2 сантиметров на данном участке, по горизонтали отклонение было около 1 сантиметра. Хотя нормативные документы регламентируют до 10 сантиметров. Профилированная мембрана изготовлена из полиэтилена высокой плотности с отформованными шипами, с помощью которых мембрана надежно фиксируется к песчаному основанию. Профилированная мембрана эффективно распределяет давление грунта по всей площади фундаментной плиты, поэтому я использую ее в качестве подбетонки. Профилированная мембрана практически вечный материал, когда подбетонка через какое-то время может превратиться просто в пыль. Кроме всего прочего, профилированная мембрана – это отличная гидроизоляция для фундаментной плиты. Делаем выпуски профилированной мембраны за проекцию дома, для того, чтобы ею перекрыть песчаные основания, завернутые в геотекстиль, для дополнительной защиты песчаной подушки от размытия дождевой водой. Стройте с Эдом и подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. Продолжаем. Мы посмотрели видео «Подготовка основания под фундаментную плиту». Если величина суммарной деформации грунтовой подушки и подстилающего слоя грунта окажется больше допустимой величины S с индексом U для данного сооружения, то в таком случае толщину грунтовой подушки H с индексом N необходимо увеличить до размера, при котором будет соблюдено условие S меньше либо равно S с индексом U. При устройстве грунтовых подушек необходимо по возможности использовать местные грунтовые материалы – пески, суписи, суглинки и глины, поддающиеся уплотнению. При этом должен обязательно осуществляться в процессе производства работ контроль за качеством уплотнения грунта, соответствуя его значениям оптимальной влажности и плотности. При устройстве ленточных фундаментов каждый слой грунта от 15 до 20 см укатывают катками, а для отдельно стоящих фундаментов уплотнение осуществляют виброплитами, пневмо или вибротрамбовками. Сейчас мы посмотрим видеоролик. Песчаная подушка. Зачем она нужна? Приветствую вас, друзья! С вами Виталий и строительный канал «Строй17». Продолжаем строительство двухэтажного дома с погребом. И сегодня я хочу затронуть такой вопрос, как устройство песчаной подушки. И для чего она вообще нужна при строительстве частного дома? Песчаная подушка необходима для более равномерного распределения давления с подушбы фундамента на грунт. В качестве материалов применяется не только песок. Это может быть и щебень, это может быть перемешанный щебень с песком, а также очень часто используют бетонную подготовку из низкокачественного бетона толщиной 5-10 сантиметров. Мы остановились на песчаной подушке. Экономим деньги заказчика. Не будем делать бетонную подготовку из низкокачественного бетона. Как я уже рассказывал в прошлом видео, все наши оси в абсолютном нуле. Мы их повторно натянули, чтобы контролировать верхнюю отметку нашей песчаной подушки. С помощью контрольной рейки это было очень удобно делать. Песчаную подушку не применяют на песчаных грунтах, а также грунтах с высоким залеганием грунтовых вод. С помощью данного материала очень удобно экономить бетон, а также металл в виде арматуры. Представим, например, что у нас продлодородный слой залегает на глубине 1,5 метра. А фундамент проектантами запроектирован на глубине 1,10 метра. Мы выкапываем траншею глубиной 1,5 метра. Засыпаем слой песка 40 сантиметров. И все остальное заливается бетоном. Сделаем так, как по проекту. В итоге мы экономим бетон и арматуру. В некоторых случаях можно не делать песчаную подготовку. Но для этого надо очень качественно делать выемку грунта с траншей. Что невозможно сделать с помощью трактора. Поэтому, как и многие строители, так и мы на нашем объекте используем песчаную подушку. Толщина нашей подушки получилась от 10 до 15 сантиметров. Уплотнение производили механическим способом с помощью виброплиты. Продолжаем. Мы посмотрели видеоролик. Песчаная подушка. Зачем она нужна? На слайде рисунок 14.1. Усиление грунтового основания путем устройства шпунтового ограждения. Где 1. Это фундамент. 2. Слабый грунт. 3. Шпунтовое ограждение. 4. Плотный грунт. 5. Песчаная подготовка. При использовании в качестве основания недостаточно уплотненного слоя мелкого песка практикуется ограждения его шпунтами из металла, железобетона или древесины. Шпунт погружают в плотный слой и создают конструкцию из фундамента, шпунта и песчаной подготовки. В таких ограждениях исключается возможность выпирания грунта в стороны из-под фундамента, увеличивается его несущая способность, ограничивается боковое расширение грунта, при деформации основания и значительно снижаются осадки. Одним из методов повышения несущей способности слабых грунтов оснований является метод армирования их специальными лентами, изготовленными из металла или пластика. Геотекстиль. Рисунок 14.2. Армирующие элементы должны обладать достаточной прочностью, устойчивостью от гниения и шероховатостью для обеспечения сцепления с грунтом. Металлическую сетку тщательно изолируют для предотвращения коррозии, армирование грунтового основания увеличивает его несущую способность за счет восприятия касательных и горизонтальных напряжений, снижает осадку фундамента. В отечественной практике метод армирования оснований сооружений применяют в зонах техногенных отложений, бросовые земли, свалки, заболоченные, погребенные участки территории и т.п. На слайде рисунок 14.2. Усиление грунтового основания под фундаментом. А. Армированием при устройстве насыпи. В. Б. И обратной засыпки В, где 1 это фундамент, 2 армирующие элементы, 3 песчаная подушка, 4 насыпь, 5 подпорная стенка, 6 призма обрушения. 1. Опыт армирования таких грунтов позволяет отметить следующее. 1. Осадка сооружений на армированных основаниях снижается по мере увеличения плотности грунта. 2. Чем плотнее грунт, тем выше эффект армирования. 2. Чем прочнее армирующие элементы, тем выше эффект рассеивания напряжения, т.е. меньше осадка сооружения на армируемом слое. 3. Уплотнение грунта вне пределов области армирования повышает его несущую способность в горизонтальном направлении, уменьшая тем самым осадку сооружения. 4. Для двухслойных оснований, имеющих подстилающий слой, наиболее рациональным является армирование верхней части подушки несущего слоя. 5. Армированную верхнюю часть подушки можно рассматривать как податливую фундаментную плиту, а не армированную нижнюю часть в качестве уплотненного распределительного слоя. 6. Рассмотрим механическое уплотнение грунтов. 7. Поверхностное и глубинное уплотнение грунтов. При использовании слабых ненадежных грунтовых оснований добиваются изменения их механических свойств методами поверхностного или глубинного уплотнения. К наиболее распространенным методам поверхностного уплотнения относятся укатка, трамбование вибрационными механизмами, уплотнение подводными взрывами, электродинамическим способом, устройство вытрамбованных котлованов. При глубинном уплотнении применяют песчаные и известковые слои, гидровиброуплотнения, приложение статической нагрузки с устройством вертикального дренажа и водопонижения. Повышение плотности грунтового основания методами поверхностного уплотнения зависит от начальных физико-механических свойств грунта, в том числе от начальной влажности и плотности сложения, а также от характера уплотняющего воздействия. Изменение плотности при уплотнении грунта удобно контролировать с помощью динамического зондирования. На рисунке 14.3 приведен график зависимости глубины погружения зонда от числа ударов молота массой 21,5 кг и определением точки отказа уплотняемого грунта. Степень уплотнения гидранистых грунтов зависит от влажности и определяется по значению плотности скелета уплотненного грунта в сухом состоянии и оптимальной влажности. Оптимальная влажность уплотненных пылеваток линистых грунтов определяется при трамбовании выражения 14.2 на слайде, при укатке выражения 14.3 на слайде, где W с индексом P – это влажность на границе пластичности. На слайде рисунок 14.3. Изменение уплотняемой поверхности в зависимости от числа ударов прохода. А. От общего числа ударов Б. От каждых двух ударов 1. Это точка отказа уплотняемого грунта Уплотнение пылеваток линистых грунтов с влажностью более верхнего предела пластичности не допускается. При уплотнении песков степень влажности не должна превышать 0,7. Рассмотрим уплотнение грунтов укаткой. Рациональное использование территорий для строительства различных объектов вызывает необходимость использовать ранее непригодные участки, засыпанных оврагов, свалок, пересеченных местностей и другое. На слайде рисунок 14.4. Графическая зависимость плотности грунта от влажности. На таких площадках до начала строительства необходимо провести предварительную подготовку основания путем уплотнения грунтов. Для этих целей применяется поверхностное и глубинное уплотнение грунтов. Поверхностное уплотнение грунта основания может выполняться механизмами ударного, вибрационного и статического действия. Механизмы статического действия различные прицепные и самоходные катки производят уплотнение грунта на глубину от 30 до 60 сантиметров, что в выражении 0,3-0,6 метров, поэтому для уплотнения грунтов, естественного залегания или старых насыпей в основаниях сооружений они практически не используются. Механизмы вибрационного действия пригодны только для уплотнения песчаных и пылеватых грунтов. В гражданском и промышленном строительстве для уплотнения грунтов в котлованах, траншеях, обратных засыпках, пазух фундаментов применяют специальные трамбующие механизмы, работа которых основана на вибрационном или виброударном воздействии. В процессе производства работ следует особое внимание уделять качеству уплотнения. Рассмотрим уплотнение тяжелыми трамбовками. Наиболее распространенным методом повышения плотности сложения насыпных, рыхлых, песчаных и просадочных грунтов является уплотнение их с помощью тяжелых трамбовок. Высота сбрасывания трамбовки от 5 до 10 метров, диаметр от 1,4 до 3,5 метров, вес от 25 до 150 кН. Рисунок 14,5. К рабочему тросу крана-экскаватора подвешивают трамбовку, которая имеет в плане форму круга или многоугольника с числом сторон не менее 8. Как правило, трамбовку изготавливают на месте. Поддон и боковые стенки выполнены из листовой стали толщиной от 3 до 16 мм, образуя емкость, которую затем заполняют бетоном. Статическое давление тяжелых трамбовок на грунт должно быть не менее 15 кПа. Уплотнение тяжелыми трамбовками, рисунок 14,5, осуществляют как для отдельно стоящих фундаментов, так и для всей площади котлована под сооружением. До начала производства работ обычно выполняют опытное уплотнение грунтов с целью уточнения режима и эффективности этого метода уплотнения при различной влажности грунтов. При этом производят замеры деформации уплотняемой поверхности грунта с подсчетом количества ударов по одному следу до получения отказа, то есть величину осадки от одного удара трамбовки. На слайде рисунок 14,5, схема поверхностного уплотнения грунта тяжелой трамбовкой, где 1. уплотняемая полоса, 2. полоса перекрытия, 3. уплотненная полоса, 4. места стоянок экскаватора, 5. пусть проходки экскаватора, 6. трамбовка. Величину отказа принимают равные для пылеватоглинистых грунтов от 10 до 20, а для песчаных от 0,5 до 1,1 см. Главным критерием качества уплотнения является достижение грунтом заданной плотности сложения. Эффективность уплотнения грунтов тяжелыми трамбовками определяется размером, весом, высотой сбрасывания трамбовки, степенью плотности, влажностью и структурной прочностью уплотняемого грунта. Значение величины уплотнения определяют по результатам натурных замеров в процессе производства работ или вычисляют по формуле 14.4 на слайде. Также представлены единицы измерения. В сухой период года при уплотнении грунтов необходимо особо контролировать влажность грунта и при необходимости доувлажнять основание до оптимального уровня влажности, определяемого по формуле 14.2. Ранее мы рассматривали. Предел уплотняемости для любого вида грунта соответствует коэффициенту пористости, при котором степень заполнения пор водой при данной влажности близка к единице. Когда уплотнение грунта производится при оптимальной влажности, минимальное значение коэффициента пористости, достигаемое уплотнением, может быть определено по формуле 14.5 на слайде и использоваться как характеристика качества уплотнения грунта. Уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками выполняют с перекрытием следов отдельными циклами при постоянном повороте стрелы по мере перехода от одного следа к другому. По каждому следу делают по 2-4 удара трамбовкой. Для перехода с одного цикла на другой изменяют вылет стрелы или кран, переезжает на новое место. Такую последовательность работ выполняют по всей площади зоны уплотнения с последующей срезкой или подсыпкой грунта и дополнительной трамбовкой или укаткой до проектной отметки дна котлована. Рассмотрим уплотнение грунта методом вытрамбованных котлованов. Этот метод заключается в образовании в грунтовом массиве котлована под фундамент путем многократного сбрасывания в одно и то же место с высоты от 4 до 8 метров трамбовки весом от 15 до 100 кН, имеющие форму будущего фундамента. Образовавшуюся полость заполняют бетонной смесью, которая после его затвердения обретает фундаментную конструкцию. Аналогичным способом вытрамбовывают котлованы и подфундаменты. С плоской или заостренной подушвой венточные прерывистые фундаменты со ширином основания, получаемые путем трамбовывания отдельными порциями в дно вытрамбованного котлована жесткого материала, щебня, песчаногравийной смеси, крупного песка и т.п. При вытрамбовании полости грунт вокруг нее уплотняется, в результате чего повышается несущая способность основания и снижается его деформируемость. При этом в способе устройства монолитного фундамента не требуется опалубка. На рисунке 14.6 показаны фундаменты вытрамбованных котлованов и зоны уплотнения грунта вокруг них. На слайде рисунок 14.6. Схема устройства вытрамбованного котлована под отдельно стоящий фундамент. А. С плоской подошвой. Б. Заостренной подошвой обычного типа. В. С уширенным основанием. Где 1. Это стакан для установки колонны. 2. Фундамент. 3. Зона уплотнения. 4. Втрамбованный жесткий материал. В процессе производства работ сбрасывание трамбовки осуществляется по направляющей штанге. Высоту сбрасывания назначают с таким расчетом, чтобы погружение трамбовки за один удар не превышало 0,15 глубины котлована. 5. Трамбовывание жесткого материала в дно котлована производят, как правило, сразу после вытрамбовывания котлована, не изменяя положение механизма и направляющей штанги. 6. Глубинное виброуплотнение. 7. Рыхлые песчаные грунты естественного сложения, а также несвязные грунты в насыпи при устройстве обратных засыпок требуют увеличения плотности укладки. 8. В этих случаях для уплотнения может быть применен метод вибрации с предварительным замачиванием уплотняемого грунта. 8. Этот метод получил название гидровиброуплотнение. 8. Применяется два вида гиброуплотнения. 9. Первый путем погружения в насыщенную водой песок, вибробулавы, которые позволяют уплотнять рыхлые пески мощностью до 10 метров. 10. И второй уплотнение увлажненного песчаного грунта с помощью виброустановок типа ВУП-4 и ВУП-6. 10. Рисунок 14.7. В комплект которых входят высокочастотные вибропогружатели с уплотнителем в виде металлической пространственной конструкции из трубчатой штанги диаметром 130 мм, длиной до 7 метров, с приваренными к ней по высоте с шагом от 410 до 450 мм горизонтальными ребрами. 10. Динамическое воздействие высокочастотного вибропогружателя вызывает вибрацию грунта. 11. При необходимости установку снабжают системой подачи воды в зону уплотнения под давлением от 4 до 6 атмосфер. 12. Установку крепят к крану на гусеничном или колесном ходу. 12. Кран перемещается между точками погружения, в которых вибропогружатели опускаются до проектной отметки. 13. Уплотнение. Радиус уплотнения глубинными вибраторами достигает от 0,7 до 0,8 м. 13. Расстояние между точками погружения принимают от 2 до 3 метров, уточняя их опытным путем. 14. Общая глубина уплотняемой толщи может быть доведена до 20 метров. 15. При этом достигается плотность в сухом состоянии уплотненного грунта от 1,7 до 1,8 тонн на кубический метр. 15. Качество уплотнения контролируют динамическим или статическим зондированием. 15. Рассмотрим грунтовые сваи. 16. Одним из методов повышения несущей способности просадочных и насыщенных водой грунтов является глубинное уплотнение с предварительным устройством скважин. 16. Для этого используют установки ударно-канатного бурения или кран-экскаватор с навесным оборудованием, рисунок 14-8. 16. В результате забивки ударного снаряда в грунт образуется скважина диаметром от 0,4 до 1 метра, а вытесненный в стороны грунт создает уплотненную зону диаметром от 1,4 до 3,6 метров. 16. Образовавшуюся скважину заполняют местным грунтом с последующим уплотнением, рисунок 14-9. 16. К разновидностям методов глубинного уплотнения относится уплотнение грунта энергией взрыва. 16. Предварительно пробуренные скважины диаметром от 60 до 80 мм, расположенные на расстоянии от 4 до 10 метров одна от другой, погружают заряды взрывчатых веществ массой от 5 до 12 кг, размещенные пакетами на равных расстояниях по глубине скважины. 16. Пакеты, соединенные между собой электропроводами, подключают к подрывному устройству. 16. После взрыва зарядов взрывчатых веществ образуется вертикальная скважина диаметром от 500 до 600 мм, которую заполняют местным грунтом с послойным тщательным уплотнением. 16. Скважины располагают в плане котлована в шахматном порядке, рисунок 14-11. 17. На слайде вам представлен рисунок 14-7, виброустановка ВОП-6, где 1. Вибропогружатель, 2. Трубчатая штанга, 3. Стальные ребра. На слайде рисунок 14-8, схема экскаватора с навесным оборудованием для глубинного трамбования. На слайде рисунок 14-9, схема устройства грунтовых свай с применением сердечника. А. Устройство скважины с забивкой инвентарной сваи. Б. Извлечение инвентарной сваи сердечника. В. Заполнение скважины грунтом с трамбованием. Где 1. Инвентарный башмак. 2. Сердечник. 3. Молот. 4. Трамбовка. 5. Уплотненный грунт заполнения. На слайде рисунок 14-10. Схема устройства скважин энергии взрыва. А. Разработка скважины шпура. Б. Скважина шпур. Подготовленная к взрыву. В. Готовая скважина. Где 1. Башмак. 2. Буровая штанга. 3. Наголовник. 4. Молот. 5. Деревянный брус для подвески зарядов. 6. Детонирующий шнур. 7. Заряд взрывоопасного вещества. На слайде рисунок 14-11. Схема размещения песчаных свай в плане. 1. Песчаная свая. 2. Зона уплотнения. На этом мы завершаем наше занятие. Но я вам должна представить контрольные вопросы по нашему разделу. Рекомендуемую литературу. Список литературы. И ссылки на видеоролики. Обучающие видео, которые мы с вами просматриваем в течение нашего занятия. На этом, с вашего позволения, я занятие завершаю.